Яна Шевченко, я один из создателей, основателей метода Equiflow. Это уникальный метод, авторская методика для работы с лошадьми, то есть для воспитания и обучения лошадей. И мы, в принципе, работаем абсолютно с любыми лошадьми. Наша основная задача решать проблемы в работе с лошадьми, помогать конникам решать проблемы с лошадьми. Для этого у нас есть определенные программы. В основном методы Equiflow и Академия Equiflow. У нас есть методы Equiflow, это наше направление, в котором мы работаем. И Академия Equiflow как-то организация, которая этот метод продвигает. Академия Equiflow, наша основная деятельность, это дистанционное обучение. Мы создаем программы для конников, это видеокурсы. У нас есть несколько таких программ. И они помогают людям удаленно, абсолютно независимо от того, где они находятся со своей лошадью. У нас есть студенты со всей России, и из зарубежья, и из Аргентины, и из США, и откуда угодно. Позволяет им со своими лошадьми прямо у себя дома обучаться по видеоурокам, по видеокурсам. И, конечно, мы проводим, не всегда можно делать это полностью самостоятельно, поэтому периодически для помощи студентам, для широкой аудитории, мы делаем вот такие мероприятия, как на Конной России. Это семинар. У нас сегодня был первый день семинара нашего. По одному из направлений, в котором мы работаем, это гимнастика для лошади. Направление для России, наверное, новое, можно так сказать. Потому что у нас это не очень развито. Это академическое искусство верховой езды, на чем основана эта гимнастика, это направление. Это европейская школа, очень популярная в Европе для всадников и владельцев лошадей хобби-класса, в первую очередь. То есть не для спорта, а для обычных владельцев, которые хотят улучшить контакт со своей лошадью, развить свою лошадь физически, чтобы лошадь могла для своего здоровья развиваться и поддерживать свое здоровье, работоспособность до глубокой старости. То есть это вот наш основной критерий того, чем мы занимались сегодня, и то, чем мы еще будем заниматься в воскресенье. У нас будет два полных дня. Участники приезжают со своими лошадьми. Сегодня, в этот семинар, это все студенты, которые учатся у меня на нашем видеокурсе основы. Это большой масштабный курс, он включает более 70 уроков. Потому что это сложная очень тема, и они последовательно, поэтапно учатся. То есть это не то, что мы дали видео, и все, человек посмотрел, пошел что-то делать, и никак. Я поддерживаю их, у нас со всеми есть обратная связь. И вот, в частности, студенты могут участвовать в таких очных мероприятиях, когда они со своей лошадью приезжают, и мы с ними исправляем уже какие-то мелочи. База у них есть, основа у них есть. Ни с кем из студентов не возникает каких-то там серьезных сложностей, потому что они уже сами проработали все хорошо дома, и вот курс дает такую возможность. При этом это не так затратно получается, как возить лошадь у нас там в России. Это может быть очень сложно из-за расстояний. И мы здесь просто прорабатываем уже детали. Ну, а публика может увидеть, как строится процесс, как строится занятие. Потому что это важно, неважно, чем мы занимаемся, вот гимнастикой. Также у нас есть, например, такие направления, как работа на свободе, обучение трюкам, верховая езда. Вот все, чем мы занимаемся в методе квифлоу, оно подчиняется философии квифлоу. В нашей философии, в первую очередь, наши приоритеты – это гуманное отношение к лошади. То есть мы не форсируем лошадь, мы не заставляем ее делать что-то силой, но для этого нам нужно, если мы не используем строгую амуницию, силу, какие-то наказания, силовые воздействия, мы должны использовать свой мозг. И поэтому мы обучаем лошадь, то есть что лежит в основе нашей философии, в основе нашего метода. Это очень большой объем научных знаний о том, как лошади учатся, как нужно их обучать, чтобы им было легко, чтобы они все делали, чтобы не было сопротивления. И вот, собственно, вот эта вся философия, для этого у нас есть некоторые принципы обучения, которые мы всегда стараемся соблюдать. У нас есть последовательность обучения, например, мы начинаем всегда с простого и только потом переходим к сложному. Например, да, вот все студенты, которые сейчас здесь, у нас курс по довольно продвинутому сейчас направлению, идет по гимнастике, не курс, а семинар. Но чтобы в нем участвовать и чтобы получалось именно работать над гимнастикой, над уже физическим развитием лошади, очень важно, например, пройти базовое обучение, то есть решить базовые проблемы лошади. Лошадь – крупное животное, потенциально опасное для человека, если она начинает сопротивляться, и много сложностей возникает вот так вот в быту, в работе. Вот для этого у нас тоже есть отдельный курс, который студенты уже там самостоятельно дома проходили, и практически у всех из них есть сертификаты уже по окончании этого курса, то есть для этого надо сдать экзамен, не просто так их выдаем. И поэтому у них нет проблем, зрители могут это увидеть, прикоснуться к философии метода, к конкретным направлениям метода. Вот для этого мы делаем такие публичные мероприятия. Спасибо.